Здравствуйте. Здравствуйте. Доброго дня. Добрый день. У нас Великобритания Росвитнес-Назора. Я имею с Вами профилактический визит. Проводим Ваши ветеринарные аптеки. Меня зовут Максим Вячеславович, я являюсь главным врачом. Что нам надо показать? Если коротко, то показать надо все. Хоть визит в ветеринарную аптеку и профилактический, степень контроля от этого не меняется. Начинают, естественно, с лекарственных полок. Вот у нас находятся стеллажи с препаратами. Они... Полочки подписаны. Да, стеллажи, они отдельные. Первый, второй, третий. Сроки годности вы соблюдаете, все учитываете. Целлажная карта у вас в виде в электронном видеочем? Да. Конкретно в этой ветеринарной аптеке лекарства на полках расположены не по алфавиту, а по группам препаратов и по их назначению. В Россельхознадзоре говорят, что это не ошибка. Главное, чтобы хаоса на полках не было. Да и про сроки годности препаратов забывать не стоит. Всегда проверять, всегда убирать лишнее. Вакцины, они находятся в холодильнике. Верхняя полка в основном с вакцинами. Здесь непосредственно препараты. Термометр имеют. Да, термометр два. На верхней и на нижней полочке. Тоже поверенные, тоже, соответственно, свежие. Тоже, потому что до этого сотрудники Россельхознадзора проверили гигрометр. Это прибор, который измеряет влажность в помещении. В Россельхознадзоре рассказали, что зачастую один из недочетов связан именно с ним. Гигрометр, который непосредственно измеряет температуру и влажность в помещении, бывает часто неповеренный. То есть висят просрочно, не следят за влажностью, не заливают влажный термометр. То есть, естественно, это может сказаться на качестве препаратов, которые хранятся в данном помещении. Следом проверка журналов. Здесь тоже недочетов не выявлено. И как итог, осмотр карантинной зоны. Это небольшой контейнер, в котором должны храниться лекарства, у которых истек срок годности, которые не сертифицированы или у них повреждена упаковка. Сейчас контейнер пуст. Таких лекарств нет. Профилактический визит завершен, нарушение не выявлено. При этом сотрудники Росселькоснадзора проверили все важные пункты. Такой профилактический визит проходит минимум раз в месяц. Как профилактическое мероприятие у нас добавлен самоинспектированием. Это мероприятие, которое оценивает сам себя предприниматель. То есть, что он соблюдает, что нет, а мы отвечаем на вопросы по требованиям. И присылает нам эти ответы. То есть, это все в таком неочном формате происходит. Мы потом все это проверяем. И созваниваемся с предпринимателем. Если есть какие-то недоработки, соответственно, консультируем, что ему нужно исправить, чтобы наладить его работу. По постановлению правительства, проверки в данной сфере запрещены. Потому, если сотрудники недочеты и находят, то дают рекомендации, как их устранить. В идеале, конечно же, содержать свое рабочее место в порядке. Это и для себя хорошо, и для людей, которые приходят за препаратами для своих питомцев.